Так, ну что, у нас сегодня в студии люди, которых мы давно не видели и всегда им рады. Рады, конечно. Группа Лимоник. Лимоник, привет! Доброе утро. Прежде всего, вопрос, где ты достал такой пафосный костюм дорожного рабочего? Это не дорожный, у меня есть другой. ВДСМ дорожный рабочий. Нет, это космонавт. То есть вы ваши личные игрища вы носите на публику. Мы ничего не носим на публику. С помощью нашего стилиста я на позитиве. Молодец. Большой привет. Всех застелось. Окей. Ну ты хотела что-то спросить. У меня умные вопросы закончились. Нет, ты знаешь, у меня как у человека... Это был умный. Как у человека сочувствующего. Всегда есть вопросы. Вот конкурс отборочный на Евровидение прошел. Всем известно, кто уже едет. Расстроились тому, что не поедете? Нет. Наоборот. Почему? Ну, знаете, начнем с того, что конкурировать со сдоб-седоб, это в принципе такое достаточно сложное дело. Нет, все окей. Пусть ребята едут, это классно, в третий раз. Я знаю, почему они расстроились. Наши следующие три раза впереди. Я клип еще не видел, мы в конце программы посмотрим, но видел выступление вот Махмута и Бланка, тех, кому пророчек первое место. И мне кажется, я понимаю, почему они радуются, что не едут. Мало ли уведут Сережу. Да, да, действительно. В таком-то костюме. Тем более. Ладно, на самом деле выгодно отмечалась песня от вообще всего, что происходило. Но знаете, такая стильная, классная, вот прям здорово. Да, извините, нифига не евровизионная, но классная. Да, да, да. Да, мы в этом году решили, что нас не будут интересовать мнения других людей. Мы сделаем то, что вот нам хочется от души, потому что наша песня для нас всегда самая классная. Честно говоря, сколько раз, обратите внимание, сколько раз на Евровидение побеждали песни, которым все говорили, что это не формат Евровидения, а вспомнить ту же Португалию пару лет назад и так далее, и тем не менее. Так что делайте то, что вам нравится, это самое главное. Когда-то, да, это однозначно выстрелит. Во всяком случае, вызовет уважение к самим себе. Другой вопрос. Вы вообще рассчитывали победить с этой песней? В принципе, в теории, да. Это возможно. Но на этот раз мы не ставили ожиданий и целей, просто хотели раскрутить песню. Не, ну мы понимали, что песня, она как бы, ну такая, там есть, с ней можно поконкурировать, то есть она прям конкурентно способна, это точно. Хоть там и петь особо нечего. На самом деле, радует, она звучала реально фирмата. Дим, давай нормальными словами говорить, у нас же люди не того образца. Ладно, у меня появился другой вопрос. Почему размер обуви на кроссовках указан снаружи? Смотри на него. Потому что это тоже фирма-то, знаешь ли. Нет, я хотела... Потому что у меня нет секретов от наших фанатов. Я просто... Теперь придется 45. Рисовать, да? Ладно, хорошо, давайте про песню. Как она пришла в голову вашу? Сами же писали, наверное, как обычно. Нет, продюсер трека Майкл Ра. Наверное, об этом расскажет Сережа. Да. У него такой классный костюм, пусть она об этом расскажет. Спасибо. Да, Майкл Ра и Фокс Бенгер помогли нам написать трек. Миша, в принципе, любит делать нам такие вот подставы музыкальные. Давать такие треки, которые мы до этого не играли, не писали. Но весело с ним работать. В принципе, все началось с телефонного звонка еще в прошлом году. Миша позвонил нам, он сказал, что у меня есть очень крутая идея, и я вижу вас в этой песне. И песня вообще не задумывалась как песня для Евровидения. То есть она должна была войти в наш альбом, который мы сейчас потихонечку выпускаем. И Сережа добавил туда гитару, в ней появились какие-то роковые, такой роковый филинг. Миша передо мной поставил определенные задачи в плане текста, в плане как это должно быть. Вот это для нас было челленджем, потому что мы вдвоем писали текст. Я в какой-то момент сказала, да все, я больше не могу. И Сережа пришел на помощь. Мне очень много помог. Обрати внимание, как после участия в Евровидении появляется роковый филинг. Это был для нас челлендж. Да, вообще, внимание. Тексты песни на английском написаны, у людей уже мозг заточен под это, ты же понимаешь. Окей, окей, let's talk English, окей. So? В общем, это была сложная задача, как, в принципе, во всех песнях, которые пишет Майкл Ра. Вот. А подача, подача была. И поговорили. Это все-таки не сбиваешь в свое интервью. Сложно ли было вообще такую подачу из выдателя? Да, мне было сложно, потому что я привыкла, я привыкла, когда выйти, и так, э-э-э-эй. Да. А тут нужно держать себя, знаешь, в руках. И ты вроде должна показывать какие-то эмоции, но при этом вот, чтобы не превратиться в офате деспирате. Знаешь, вот это вот женщина, которая боясь, нет. То есть это нужно делать очень грешно. И гнило. Да, 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 я заметила, что отличается Маша обычная на исполнениях и Маша в этой песне. Слушай, нам по большому секрету. Ваши близкие друзья рассказали, что в день, когда ты выступала на Евровидении, ты была с бронхитом. И как? Волнительно. Ты знаешь, попала во все ноты. Изумительно звучало. По фонограмму как будто бы. Ну, я не попала не прям во все ноты, но спасибо. Все нормально, Таис, просто у нас без слуха. До того, как меня включили на самом деле в эфир, когда ну, перед тем, как ты начинаешь исполнять свою песню, тебе дают примерно где-то минуту, чтобы отстроить звук. И мне дают эту минуту, и я вроде хочу спеть первый куплет, я открываю на первое слово, там где пояс, я открываю рот, и у меня нет никакого звука. Я такая... Я представляю, вместо нежного такого boys, boys. Нет, просто вообще никакого. Я испугалась. Может, микрофон не включили? Нет, все, включили. У меня просто не вышел звук, я не знаю, может, у меня пересохло горло, может, из-за волнения, не знаю. Но следующую ноту, которую я спела, была прям очень мимой. Я думаю, е-мое, как же я сейчас петь буду? Вот смотри, какая удивительная вещь. Петь особо нечего, а я так же не могу. Смотри, какая интересная вещь. Вот есть люди, которые умеют петь, но при этом волнуются перед выступлением. А там явно было несколько участников, которые вообще не волновались по всему. Так что, волноваться хорошо. Хотя строго. По-разному. В общем, какие планы на этот год? Что планируете выпускать? Когда альбом, когда новые клипы, новые песни? Расскажите быстренько об этом. Альбом уже пишется, получается, песня boys у нас уже третья. У нас, в принципе, задумка сделать эпи-альбом. Шесть песен на английском и эти же песни на румынском. Извини, как... Эпи, короткий. Там, где несколько песен. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. То есть тогда не хватает на полный альбом денег, тогда выпускается, вот специально придумали, да, эпи-альбом? Это маленький альбом. Да, мы придумали Coldplay и еще очень много других артистов. А-а-а-а-а-а-а-а-а. У меня вопрос. Маленький альбом выпускается на маленьких дисках? Там какая-то есть разница, да? Да, именно так. А, кстати, эти плешки тоже маленькие. Абсолютно новые песни или те, которые мы уже слышали до этого? Вот есть одна песня, King of Anything или Димыня. Мы были у вас на примере с этой песней, да. Да, да, да. Получается, Boys – это вторая песня. И, скорее всего, выйдет и версия на румынском. Но сначала вот буквально на днях выходит на английском версии. Официально уже на всех платформах, поэтому... Следите. Да, класс. Хорошо. Тогда давай познакомим тех, кто, может быть, еще не знаком с композицией Boys в исполнении группы «Димоник». Слушаем. Играет музыка «Димоник» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok